По-прежнему наиболее травмируемой категорией участников дорожного движения остаются пешеходы. И, к сожалению, нередко именно они сами провоцируют ДТП. Чаще всего человек, выходя на дорогу, помнит только о своих правах и ни слова в обязанностях. А между тем, у пеших участников дорожного движения такой же уровень ответственности, как и у автомобилистов. Основная причина нарушения правил дорожного движения – это переход в неустановленном месте. То, что, в принципе, мы с вами только что видели. Это нахождение на проезжей части состояния алкогольного опьянения, неиспользованных световозвращающих элементов в темное время суток. В связи с тем, что у нас наступила осень, световой день с каждым днем уменьшается, поэтому наличие световозвращающих элементов не только прописано с точки зрения законодательства, но и это, в первую очередь, личная безопасность каждого пешехода. Основными причинами ДТП с участием пешеходов, по словам представителей госавтоинспекции, является переход проезжей части автодорог в неустановленном месте, состояние алкогольного опьянения, а также отсутствие в темное время суток светоотражающих элементов. С целью предупреждения, а также своевременного выявления и пресечения подобных нарушений пешеходами и велосипедистами в Бресте, в настоящее время проходит специальная операция «Пешеход». В первые минуты проведения такого рейдового мероприятия были задержаны сразу два пешехода. Причем, первого пешехода даже не смутило о том, что проехал мимо патрульный автомобиль госавтоинспекции. Объясняют все банально. Не заметил, извините, простите, больше так не буду, спешу. Но дело в том, что спешка на дороге, она никогда не приводит к чему хорошему. Как правило, это либо больничная койка, либо летальный исход. Поэтому в целях же собственной безопасности пешеходы обязаны соблюдать правила дорожного движения. И напоминаю, что в соответствии с правилами дорожного движения в темное время суток пешеходы обязаны обозначать себя световозвращающим элементом. Поэтому в период проведения специальной операции пешеходам будут применяться самые жесткие меры. За истекший период 2014 года на территории Брещины зарегистрировано 138 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, в результате которых 28 человек погибли, а 116 получили ранения различной степени тяжести. Печальная статистика – прямое доказательство того, что спешка и невнимательность, а также безответственность могут сыграть с человеком злую шутку. Чтобы всего этого не случилось, следует серьезно отнестись к действующим правилам дорожного движения, задача которых и заключается в обеспечении безопасности как пешеходов, так и автомобилистов.